Петербургское издательство цех поэтов Всего 300 экземпляров. В ней нет и 100 страниц. Название у нее простое – «Вечер». И ни издатели, и ни узкий круг читателей не могли даже себе представить, что они в руках держат первый поэтический сборник Анны Всея Руси, будущего большого поэта. Анна Всея Руси так назвали современники Анну Ахматову. И в этом сборнике есть стихотворение, которое рождено Крымом. Под впечатлением Крыма, под впечатлением Евпатории и, конечно, моря. Называется стихотворение «Рыбак». Руки голые выше локтя, а глаза синей, чем лед. Едкий душный запах дегтя, как загар тебе идет. И всегда, когда распахнут, ворот куртки голубой, и рыбачки только ахнут, закрасневшись пред тобой. В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, вспоминает Анна Ахматова уже на склоне лет. И под Севастополем. Самое сильное впечатление от лет – древний Херсонес, около которого мы жили. Бухты изрезали и низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Недолгое время провела юная Аня Горенко в Крыму, а прозрачный шлейф памяти о ней все удлиняется и становится волнующим прекрасным покровом, и под ним, словно под летящим на ветрах десятилетий поэтическим парусом, рождаются стихи. Я написал сонет, окра стих, Анна в Евпатории. В этой фразе 14 букв. 14 букв, 14 строк – это сонет Анна в Евпатории. Ах, как стихи ложились этим летом! На глянцевые белые листы, наивные и светлые мечты альбому доверялись на рассвете. В Шакаевском саду играли вальс, ерошил ветер на столе страницы. В такие ночи право же не спиться, поэзии не сходит дух на вас, а в комнате видения и лики. В тревожи душу кто-то из великих о чем-то важном с вами говорит. Решили ли тогда вы стать поэтом? История не делится секретом и честно до сих пор его хранит. Анна в Евпатории. А юность была, как молитва воскресная. Где-то здесь, в нетронутых временем уютных зеленых улочках, бродила 16-летняя девчонка с гордым, независимым характером, с душой мечтателя. Боже, мы мудро царствовать будем, строить над морем большие церкви и маяки высокие строить. Будем беречь мы и воду, и землю, мы никого обижать не станем. Где-то здесь живут и поныне дома, в биографии которых есть страницы, связанные с семьей Горенко. А написаны эти страницы неравнодушными людьми, литературными следопытами, мечтающими об открытии музея Ахматовой, инициаторами создания в Евпатории культурно-просветительского общества имени Анны Ахматовой и его руководителем, неутомимым исследователем Людмилой Леонидовной Никифоровой. Мы хотели собирать информацию об Ахматовой, мы хотели собирать артефакты, вообще культурную среду в Евпатории изучать, так, чтобы в конечном итоге получился хороший литературный Ахматовский музей, или может быть шире, чем Ахматовский. Ну, наверное, о музее вы еще только мечтаете, его еще нет как такового? Нет, конечно, музея нет, и пока еще мечтаем, но потихонечку собираем. Вот, например, перед вами вот здесь лежат, по договору я получила от музея Анны Ахматовой в фонтанном доме в Санкт-Петербурге фотографии, епатерийские фотографии 100-летней давности. Вот, ну, этот портрет Анны Горенко, Анне так и подписано, ну, датируется 1905 годом. Это епатерийская фотография тогда, когда вот семья переехала сюда. Это как раз ей было 16 лет тогда, да? Да, 16 лет, ну, конечно, все скажут, что она выглядит значительно старше, чем 16 лет здесь. Вот это такое что-то энергичное, властное даже, вызывающее, призывающее. Но она такой была всегда. Она такой была дерзкой, да. Вот, стало откровением, и, конечно, поскольку мы педагоги, многие из членов общества педагоги, что золотой медалью нашу епатерийскую мужскую гимназию, где вот я, например, до сих пор работаю, золотой медалью закончил брат Андрей, старший брат Андрей Андреевич Горенко. Вот, это групповая фотография 1906 года. Вот, считайте сами, это больше 100 лет назад. Это второй класс епатерийской женской гимназии. Сегодня это тоже структурное, так сказать, подразделение, не скажешь, но это тоже сегодня объединяющее гимназию, где я работаю, гимназия Сельвинского. Вот, это самый маленький брат Витя. Тут даже очень хорошо на фотографии значится фотоателье и город Евпатория. И еще вот такая очень важная для нас фотография. Эта фотография сложная, в чем-то одиозная даже фигура Сергея Владимировича Фонштейна, родственник семьи Горенко. Это муж старшей сестры Анны. Специалист по биографии Анны Андреевны, вот автор этой летописи жизни и творчества Вадима Алексеевича Черных, он приезжал сюда... Где есть и ваша фамилия, между прочим. Да. Как исследователя. Да, я горжусь, здесь на букву «Н» есть моя фамилия, это точно. И патерийский вот этот год, и киевский период, это то время, когда Анна Горенко превращалась в Анну Ахматову. Это такое замечательное, я думаю, для нашего города просто такое символическое, юное время, время юного такого становления, яркого, мощного, трагического. В марте 2009 года по инициативе евпаторийской поэтессы и художницы Ларисы Александровны Маричевой и при поддержке Управления культуры открылась литературная гостиная имени Анны Ахматовой. И все эти годы ее неизменными ведущими являются Лариса Маричева и поэтесса Анна Зенченко. Аня, я знаю, что имя Анны Андреевны Ахматовой для вас, можно сказать, святое. Да, это так, Анна Ахматова, любимый поэт мой, и, наверное, не только мой. И мы, патерийцы, очень гордимся тем, что в нашем городе есть это место, это литературное кафе, а есть дом рядом с кафе, в котором проживала совсем юная девочка Аня Горенко, проживала со своей семьей. И именно здесь, в Ахматуре, все только начиналось для нее. Она стояла у истоков своего творческого пути, своего жизненного пути. Ну, наверное, у вас есть стихи, непосредственно посвященные ей, а может быть, в продолжение какой-то ее темы. Да, если можно, я прочту. На берегу пустынном и безлюдном, где кромка волн, тонка и филигранна, являлась муза, девочке подстудно, дано которой было имя Анна. И Зофию сливался с криком чаек, пророчествуя жалобно и грустно, что девочку ждет доля непростая. В Сея Руси быть Анной златоустой. Вдыхал июнь, акации, воздух сладкий. Фотограф устанавливал треножник, и локон падал темно из-под шляпки. В тот миг для неизбежности возможны. Шестнадцать лет совсем уже немало. В течение пяти лет в эту литературную музыкальную гостиную приходят поэты, художники, музыканты. Здесь устраиваются литературно-музыкальные встречи. Мы рассказываем о творчестве художников, которые рисовали Анну Андреевну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я художница, я сама родилась в Евпатории, и имя Анны Ахматовой недорого. Я рисую именно проезд Ахматовой, рисую набережные, по которым ходила, с своими друзьями. В рисунках Ларисы Маричевой та же поэзия, только без слов. Влюбленными глазами смотрит художник на свой город. И сквозь тонкую ажурную вязь ее рисунков мы ощущаем всю прелесть неповторимых уголков Евпатории. И словно сами собой начинают звучать ахматовские строки. Они просвечивают сквозь графическое изящество линии, и чутким эхом отзывается в тишине их далекий голос. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утолить ненужную тревогу. Когда шуршат в овраге лопухи, и никнет гроздь рябиной желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. 125 лет минуло со дня рождения Анны Сияруси, крупнейшего русского поэта XX века. Поэт – это тот, кому ничего нельзя дать, и у кого ничего нельзя отнять, писала Анна Ахматова. Но сам поэт многое может дать и дает своему веку и его людям, будущим векам и будущим поколениям. «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Эти строки пришли к нам из 41-го пылающего. Они родились под первыми залпами Великой Отечественной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова